Добрый вечер, уважаемые зрители. А решил еще сделать один ролик, тут касается Владимира Путина. Интересная информация, поэтому решил поделиться. Путина дезинформируют о неудачах в Украине и влияние санкций считает разведка США. Я верю, что да, Путин сидит в бункере, ему очень часто там информация поступает мало, он вообще не пользуется, говорит, Ютубом, интернетом, ему приносят всю информацию в папках, я уже точно знаю это. И понимаете, он вообще не понимает, что происходит на фронтах. И вот теперь уже многие понимают, что это такое. Я верю, вот это стопроцентная информация. Разведка США считает, что президент России Владимира Путина дезинформирует о том, как плохо действуют военные в Украине, о влиянии санкций на российскую экономику, сообщает канал CNN. У нас есть информация, что Путин почувствовал себя введенным в заблуждение российскими военными. В настоящее время существует постоянная напряженность между Путиным и Министерством обороны. Я верю, что Шойгу уже разругался с ним. Про истекающее из-за недоверия Путина к руководству Министерства обороны, сказал представитель США. Чиновник сказал, что Путин не знал, что его вооруженные силы используют и теряют призывников в Украине, что свидетельствует о явном нарушении потока точной информации президента России. Все верное. Путин он в бункере. Сейчас эти, кто ведет войну, практически ему долаживают ложную информацию. И он вообще не понимает, в каком состоянии на фронте, где наступление, в чем поражение. И вот сейчас такая пошла информация, уже многие ролики на Ютубе, я читаю, что он в полном неведомлении, он боится встречаться с людьми, он боится заразиться вирусом, он боится, чтобы его не убили. Он в панике, понимаете. Человек полностью уже, у него с головой уже проблема, он, как бы сказать, старается, чтобы к нему допустить на прием. Этот человек карантин проходит чуть не месяц там. Его там все проверяют, все анализы берут. Я говорю, Путин очень боится смерти сейчас. Ему многие угрожают, что хотят его жизни, как бы, лишить. Потому что он считается международный преступник. И говорю, он, вот такая правильная информация, это я точно, сто процентов верю. Кадыров заявил, что чеченские бойцы в Украине очень без настроения. Ну, конечно, сейчас без настроения, потому что вот, состоялись переговоры в Стамбуле, где практически уже, скоро подпишут договор, я думаю, я думаю, через месяц где-то уже об окончании войны, и настроение пропало воевать у чеченцев точно. И тем более, очень много раненых там есть, сейчас последняя информация. Глава Чечни, Рамзан Кадыров заявил, что потерял среди своих близких людей на войне в Украине, убитые, раненые, да, чеченцев полно. Я потерял своих близких людей, раненые, так же, кто там воюет, ребята сегодня очень без настроения. Я им сказал, абсолютно беспокойтесь, мы не дадим уйти этим шайтанам, мы их уничтожим, сказал Кадыров. Накануне стало известно, что в ходе боев в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства, ну, это Бориса Немцова, да, офицер МВД Чечни, Руслан Геремеев, раненого Геремеева в госпитале навестил глава Чечни. Да, у многих бойцов и чеченцев, и других, там, пропало настроение после этой встречи. И сейчас практически все уверены, что, знаете, мне многие спрашивают, когда кончится война, я думаю, где-то 9 мая будет подписан мирный договор. Ну, где-то еще месяц потерпеть, чуть больше. Я думаю, там что-то слухи проходили, что 9 мая пора заканчивать это. Ну, еще думаю, армия РФ попытается, какую-то часть территории отжать, на Юго-Востоке. Ну, я думаю, у Путина больше бабок нету, и у него пушечное мясо кончается, и ракеты кончаются, и все кончается. Понимаете, миллиарды долларов влиты в эту войну бессмысленную, и он понимает, что если война будет продолжаться еще дальше, он будет банкрот полнейшей России и Путин. И сейчас вот многие говорят, что в мае где-то война должна закончиться. Ну, я думаю, где-то 9 мая закончится. Игорь Стрелков предателем, но уваженные силы Украины действуют профессиональные. Я говорю, этот военный Игорь Стрелков, он грамотный, он воевал, как бы сказать, уже прошел боевые, как сказать, у него, ну, во время этих войн, он там участвовал, как сказать, уже не на понаслышке, как сказать, боевой офицер он. Бывший командующий сепаратистов Донбасса, бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков Гиркин признал, провал российской армии опроверг немые успехи, которые ежедневно докладывают пропагандисты. Он правильно, да, военный человек сразу понимает, в чем дело. В частности, он признал, что россияне не в состоянии контролировать захваченную территорию и предупредил, что российская авантюра в Украине может превратиться в аналог провальной, позорной зимней войны СССР против Финляндии. Уже много говорит, что это война украинская, похожа на войну Советского Союза Финляндии, где была, Россия потерпела поражение, Советский Союз вернее. Стрелков также сдаёт, что украинское командование действует намного профессиональнее, чем российское. И высказал сомнение, что армия РФ вообще хоть что-то получится. Я и говорю, ещё люди спрашивают, мол, ты уверен, что Украина выиграет? Ну, по даже Стрелков говорит, что Украина сто процентов должна выиграть в этой войне. И вот для азербайджанцев такая новость последняя. В селе Фарух обнаружены останки ещё нескольких азербайджанцев. Фотографии, вот видите на фотографии. В ходе раскопок, приведённых в трёх местах вокруг села Фарух, Хаджилинского района Азербайджана, были обнаружены человеческие останки в ремонт Первой Карабахской войны. Вероятно, останки принадлежат нашим военнослужащим, погибшим в боях за высоту Фарух и азербайджанцам, попытавшись покинуть район во время Хаджилинского геноцида. Да, в Хаджилле был геноцид. И вот как раз, сейчас я вам фотографии покажу. Вот как раз нашли, это уже на днях, вот вся информация, вот видите. Так что будете ещё Эльхам Алиев разбираться, почему здесь вот азербайджанцы и чьи это останки, как бы сказать. И вообще, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.